Информационный выпуск продолжим на русском языке. Сегодня в эфире. Попали под поезд. В Жамбылской области расследуют гибель двух рабочих на станции Бель. Жители Наур-Избайского района жалуются на проблемы с канализацией. Что именно их обеспокоило, расскажет Денис Зимцов. В Наур-Избайском районе восьми малообеспеченным семьям бесплатно подключили газовое отопление. Подробности в материале Дины Жанобековой. Феноменальная память и острый ум. В Карагане живет мальчик-вундеркинд о необычайных способностях школьника Мира Альжанова. В Алматинском зоопарке на свет появился маленький ягуар. Имя котенку выбирали всей страной, как назвали новорожденную малышку. И как она себя чувствует в репортаже Ольги Зинченковой. Начинаем выпуск с шокирующей новости о трагедии в Жамбылской области. Двое рабочих железнодорожной станции погибли, попав под пассажирский поезд с сообщением Алматы о Ктубе на станции Бель в Шурском районе. Сообщается, что мужчины 33 и 44 лет расчищали рельсы от снега. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции ШУ. Начатое досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены соответствующие экспертизы, которые должны пролить свет на все обстоятельства ЧП. «На сегодняшний день подробности мы не можем точно сказать, почему, потому что идет расследование. Могу только сказать, что 13 декабря, то есть вчера, произошел несчастный случай. Это на перегоне Бель-Анрахай. Но наших двух работников, исцебистов, это электромеханик и электромонтер, были сбиты пассажирским поездом 23-м. Обстоятельства пока неизвестны, каким образом они попали под поезд и так далее. Более подробно все это будет изложено после расследования». Все подробности этой трагедии мы узнаем прямо сейчас. На месте происшествия работает наша съемочная группа. И с нами на связь по телефону выходит моя коллега Жанат Айтенова. Жанат, здравствуйте. Что вам удалось выяснить к данному часу? «Добрый вечер, Диас. Да, мы несколько минут назад приехали на место происшествия. К месту трагедии до сих пор никого не подпускают, хотя все произошло еще вчера в 6 часов вечера. Буквально час назад осмотр местности здесь провели специалисты управления охраны труда и оперативно-следственная группа линейного отдела. По словам очевидцев, трагедия произошла около 6 часов вечера в 5 километрах от станции Бель. Сотрудники вышли на этот участок, чтобы провести очистительные работы. Как говорят очевидцы, кроме них на путях никого не было. Здесь уже вторые сутки идет снег. Вот мы тоже с трудом добрались до Сюдова, потому что густой туман, снег, все мешает движениям. Возможно, из-за погодных условий рабочие не услышали звук движущего поезда. Но есть еще одна версия, что с другой стороны, с противоположной стороны ехал товарный поезд со стороны города Шу в сторону Атара, станции Атар. Возможно, ГУ второго поезда тоже помешал почувствовать беду. Спасибо, Жанат. Напомню, с нами на прямой связи со станцией Бель была Жанат Айтенова. Она рассказала подробности трагедии на железнодорожном перегоне между станциями Шу и Атар, где под колесами пассажирского поезда погибли два человека. В полиции возбудили уголовное дело по факту ЧП на вокзале Алматы-2. Часть облицовки здания, выполненной из мраморного камня, внезапно обрушилась на случайного прохожего. Мужчина буквально придавила тяжелыми обломками плита, откуда пострадавшего кое-как вытащили прохожие и работники КТЖ. В состоянии травматического шока он был доставлен в больницу и сразу же помещен в отделение реанимации. Известно, что пациент перенес несколько операций. Были приняты меры по стабилизации состояния и выведения его из травматического плевропульмонального шока, после чего, по показаниям, ему провели оперативное вмешательство. Вся медицинская помощь ему была оказана в полном объеме и своевременно. Сейчас пострадавшего перевели из реанимации в травматологическое отделение, однако поговорить с ним не удалось. Тем временем в управлении транспортной полиции начали расследование по факту недоброкачественного строительства. Подробности дела пока не разглашаются. 7 января текущего года данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Ленинного управления полиции на станции Алматы-1 по части 1 статьи 278 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть недоброкачественное строительство. В данное время сотрудники транспортной полиции проводят расследование. Более 26 миллиардов тенге сэкономил Казахстан на покупке дешевой неоригинальной вакцины. На этот препарат, уверяют в СК «Фармация», ничем не уступает по качеству более дорогим аналогам. Там говорят, что приобретение таких вакцин является международной практикой и вовсе не обязательно переплачивать за оригинал, так как эффект в итоге одинаковый. В мире есть всего две страны, которые львиную долю всех субстанций изготавливают. Это Китайская Народная Республика и Индия. Все крупные производители приобретают эти субстанции и делают из них препараты. Поэтому сказать, что тот или другой препарат отличается друг друга по качеству нельзя. Во-вторых, любой препарат дженерической формы после завершения патента у оригинального препарата в обязательном порядке проходит проверку на соответствие, на биоэквивалентность, то есть соответствующее клиническое воздействие. Если этого не будет, то данный препарат не может быть зарегистрирован. Вакцинация населения будет проводиться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. По новой системе казахстанцы смогут воспользоваться широким спектром медуслуг. В частности, заметно расширился список медикаментов. Полная антисанитария и невыносимый запах. В Новоросбайском районе Алматы частный сектор затопило фекалиями. Жители соседних страней жалуются, что вынуждены терпеть такие неудобства и постоянно чистить территорию. Люди уже неоднократно обращались в выполномоченные органы, но реакции пока нет. Масштаб экологической проблемы оценил Денис Зимцов. 65-летняя пенсионерка Рахима Еликенова живет здесь уже 17 лет. Рассказывает, что рычная система в этих местах предназначалась для полива посевов. А сегодня туда сливают канализационную воду. Делают это якобы владельцы всех прилегающих к корыку домов. Пенсионерка рассказывает, что летом вода в канале проточная и подолгу не застаивается. Но зимой она замерзает и неприятный запах стоит повсюду. За 17 лет меня все время топит. Я сколько раз писала в Акимат, заявку давала. Придут, отметятся и все. В ноябре месяце точно так же. Приехал эколог, все проверили. И дела не решаются. На том же месте все остается. Я даже не знаю, как дальше будет. Решить проблему все же вызвались районные экологи. Специалисты быстро нашли источник зловонья. В септике одного из близлежащих домов большая трещина. Оттуда и сочится грязная вода. Нет, нет, с камеры выйдется. Вы выйдете, выйдете. Ну, эколог. Пожалуйста. Выяснилось, что вода за пашком поступает именно из этого жилого дома. Невооруженным глазом видно, как мутная жидкость выходит прямо из точной канавы, которая находится на участке негостеприимных соседей. «Было выявлено нарушение правил благоустройства города Алматы из-за несвоевременной очистки своих сточных вод, а также переполнение гнилой воды и её дальнейшее попадание в ворочную сеть. В связи с этим, в соответствии с правилами, мы составляем протокол вместе с сотрудниками полиции». По правилам, на территории каждого частного сектора должен быть персональный колодец. За такое загрязнение окружающей среды нарушитель на первый раз отделался предупреждением. Однако в самые кратчайшие сроки ему необходимо устранить все недостатки. В противном случае хозяину дома грозит штраф в размере 30 МРП. Это около 80 тысяч тенге. Денис Зимцов, Рашид Шукуралеев, Телеканал Алматы. Газоснабжению бесплатно подключают дома малообеспеченных семей в Новорузбайском районе Алматы. Социальную акцию провели местные власти совместно с подрядной организацией. Ранее на одной из встреч с населением Аким Мегаполиса Бахаджан Сагентаев поручил рассмотреть возможность на безвозмездной основе подключить жилые строения, в которых проживают социально уязвимые слои населения. У них в гостях побывала Дина Жанабекова. Муж Турсенгульжолановой погиб несколько лет назад. С тех пор несовершеннолетнюю дочь женщина воспитывает одна. В прошлом году она написала письмо Акиму Города и попросила 50-процентную скидку на подключение к голубому топливу. Но местным властям удалось договориться с подрядчиком и провести газ совершенно бесплатно. Обращаясь к Акиму Города, я написала, что у меня нет возможности оплатить подключение. Рассказала о своих проблемах. Всех, кому сегодня бесплатно провели газ, я хорошо знаю. Они все остро нуждаются в поддержке государства. И еще одна счастливица, которой в дом безвозмездно провели газ – Нысангуль Еркенова. Она работает тренером по гимнастике в районном центре Бакате-От-Басе. Молодая и инициативная женщина растит своих детей. Говорит, ощутимая поддержка местной администрации поможет ей накопить средства на обучение своих детей. Это непосильная сумма для моего бюджета. Я обратилась, и Акимат очень быстро отреагировал на мое обращение. Со своей стороны я также буду добросовестно выполнять свою работу в социальном центре. Всего с просьбой помочь провести газ в Акимат Наур-Узбайского района обратились более 20 малообеспеченных семей. В районной администрации пообещали рассмотреть все обращения. Ранее эти дома отапливались твердым топливом, что в свою очередь экологически составляло проблемы и пожароопасные моменты. К нам поступило предложение из Наур-Узбайского района. Руководство одобрило данное обращение, и мы оплатили подключение этим семьям. Стоимость одного подключения составила 350 тысяч тенге. В общей сложности 8 семей – это 2 миллиона 800 тысяч тенге. Но на этом социальная акция не закончится, заверили в Акимате. Совсем скоро в дома еще 13 малообеспеченных семей района проведут долгожданный газ. Дина Жанабекова, Мирам Исабеков, Телеканал Алматы. А теперь расскажем о результатах социально-экономического развития Алматы. В мегаполисе более 4 тысяч неправительственных общественных организаций. За прошлый год НПО реализовали 67 проектов. Тематика самая разная – от разъяснения и реализации послания президента народа Казахстана до оказания помощи и поддержки различным социальным группам населения. Всецело вовлечены представители НПО и в работу Общественного совета города. В его составе работает 20 человек, представляющих различные организации. Наряду с неправительственными учреждениями активно продвигает свои идеи и молодежь. Сейчас в городе проживает около 700 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это треть всего населения мегаполиса. В 39 вузах города обучаются 233 тысячи студентов. В рамках Года молодежи им было выдано свыше тысячи арендных квартир. По госпрограмме ЕМБЕК трудоустроились более 15 тысяч человек до 29 лет. А вот по проекту ЖАСКО СЭПКЕР программы БАСТАУ БИЗНЕС, а зампредпринимательства обучились более 2,5 тысяч молодых семей. После курсов они получают гранты в размере полумиллиона тенге, чтобы начать свое дело. А еще в рамках пяти социальных инициатив в городе построено 4 общежития на 1377 мест. В этом году планируется возвести 2 общежития на 300 мест. Значимые события, имена и цифры в точности, не подглядывая, в учебник может рассказать второклассник из Караганды Арсен Топенов. У мальчика-вундеркинда с малых лет феноменальная память. Благодаря своему мегамозгу он наизусть знает карту мира и столицы многих государств. Удивительно то, что всезнающий школьник не страдает никаким синдромом, а родители скромно называют его ребенком от Бога. Мира Альжанова встретилась с удивительным ребенком. Вспомнить и озвучить цвета, орнаменты и значение флагов многих стран мира, их главные города, имена и фамилии президентов для второклассника Арсена Топенова не составляет особого труда. У мальчика дар от Бога. Без особых затруднений он показывает и географическое расположение государств. Достаточно только задать вопрос. Невероятные способности ребенка первыми заметили его родители. Когда он увидел впервые карту мира, то спросил у нас, это что? Мы ему объяснили. Интерес к карте у ребенка возрос. Позже он начал задавать вопросы, ответы на которые даже мы не знали. Пока ровесники Арсена играют в футбол на улице и забавляются игрушками, сам всезнающий мальчик в свободное время читает книги и заполняет голову полезной информацией. Вместо привычных подарков в виде меча и машинки Арсен предпочитает глобус или карту мира. По словам классного руководителя, Арсен учится на одни пятерки, а его памяти позавидовали выдающиеся ученые в области вычислительной техники. Мальчику не нужно повторять дважды. Он запоминает абсолютно все с первого раза. На уроках он быстро начал различать гласные и согласные звуки. Мог разделить согласные звуки на три вида и сказать, сколько и какие звуки относятся к тому или иному виду. Я была удивлена его способностям. Стать квалифицированным и сильным специалистом в одной из отраслей и увидеть весь мир – заветная мечта мальчика. Более того, Вундеркинд планирует окунуться в мир инновационных технологий и когда-нибудь сделать важное научное открытие. Он сдавал тест по определению государственных флагов. Из 100 вопросов ответил на 98 правильно. Арсен признался, что не знает два флага, поскольку они только недавно появились. В планах «Чудо-мальчика» много путешествовать, но для этого, говорит он, нужно знать много языков. Арсен уже начал изучать английский. Первые результаты довольно неплохие. А еще он наизусть выучил гимны пяти стран. Мира Альжанова, субъект Тойбек, телеканал Аматы, Караганинская область. 18 ранее неизвестных книг казахского поэта Ильяса Женцугурова нашел и обнародовал алматинский ученый. Ельдос Токторбай показал работы великого классика на конкурсе писателей, посвященному 125-летию со дня рождения поэта и получил первое место. В общей сложности ученый обнародовал 73 документа и 18 книг, написанных собственноручно Ильясом Женцугуровым. Рукописи все эти годы хранились в московских архивах. В своей работе о жизни великого Ильяса я попытался донести народу все то, что было скрыто в найденных мною 18 книгах, которые Женцугуров написал в России. Сегодня мы вышли в финал и даже сумели выиграть гран-при. Но мы не остановимся на этом. И в будущем продолжим изучение творчества великого Ильяса Женцугурова. Слава о новорожденном ягуаре из Алматинского зоопарка разлетелась далеко за пределы Казахстана. Все дело, как оказалось, в необычном имени котенка. Напомню, ранее администрация зоопарка объявляла конкурс на лучшее имя для нового питомца. Так как же назвали малышку, знает Ольга Зенченкова. Целую неделю казахстанцы предлагали имена для котенка ягуара, который родился в Алматинском зоопарке в конце прошлого года. Конкурс был объявлен на странице в социальной сети. Проводится еженедельное взвешивание. Малышка уже весит более 4,5 килограмм. Кушает она хорошо, игривая. Окрасом она пошла в маму, потому что папа у нас черный ягуар или, как называют еще люди, их пантерой. По характеру пока еще сложно сказать, но, скорее всего, она пойдет характером маму. Среди поступивших предложений название южноафриканских племен и даже спутник Земли. Но в итоге решили выбрать имя Австралия. Как символ новой жизни, несмотря на масштабное бедствие, охватившее некогда зеленый континент. Такую идею поддержали в разных уголках Земли. Таким образом, слава о малышке разлетелась далеко за пределы Казахстана. Папу котенка привезли из Новосибирска. Зовут его Васек. А вот мама по кличке Мамын родилась уже здесь, в стенах нашего зоопарка. Австралия – ее первый приплод. Здесь его ждали с нетерпением. Всего в зоопарке проживает 4 ягуара. Кроме новорожденной, все особи очень взрослые по кошачьим меркам. В зоопарке не первый раз обращаются к алматинцам через социальные сети. Кроме просьбы придумать имя котенку ягуара, здесь также просят не выбрасывать живые новогодние елки. Они очень нужны животным. Акцию по сбору хвойных запускают не первый год. В этом сезоне алматинцы уже принесли более 500 деревьев. Работники зоопарка говорят, что четвероногие с радостью принимают такой подарок. Елки для них и игрушки, и то, обо что можно почесать спину. А иногда даже лакомства. Живопись иглой. Первая персональная выставка авторского искусства вышивки Гульмиры Садыковой состоялась в Алматы. На экспозиции представили 49 работ. Все они были сделаны с использованием только иглы и нитки без швейной машины. Производство только одной уникальной картины занимает год. Выставка проходила ровно месяц в Государственном музее искусств имени Аблиханы Костеева. Посетители остались в восторге. Сейчас много есть техник, очень много вышивальщиц. Но они сейчас же коммерческое все. Хочется сделать, продать. Какую-то, да, брошку сделать, вышить, продать. Картины сделать, бисером, наверное, вы видели, краска есть. А у меня не было такой цели. Это был последний материал выпуска. Делиться новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 266 39 67, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp 8 747 750 2502. Через несколько минут не пропустите программу Акимат Лайф. Гость студии, исполняющая обязанности заместителя руководителя управления социального благосостояния города Алматы Данияр Алькибайулэ. Встретимся через несколько минут. Не переключайтесь.